Всем привет из Канады, из жаркой солнечной Канады. У нас такая жара, вы даже себе не представляете. Вот сейчас у меня машина показывает 35 градусов. Вообще по радио сказать, что 39, но машина показывает 35. Ну, что-то вокруг этого, представляете? Мы бьем все рекорды. Я хотела сегодня с вами поговорить, как настоящий шопоголик, о распродаже в магазине Zara, который я очень люблю, и я являюсь большим фанатом магазина Zara. Как вы заметили, наверное, вся одежда моя из Zara. Ну, очень много, во всяком случае. Я сейчас заеду за кофе, я еду на работу. Сейчас заеду, возьму кофе, и будем говорить по дороге. У меня камера, значит, прицеплена к телефону, и я стараюсь не ехать медленно, потому что если я еду быстро, она начинает очень вот так вот дрожать, трястись, и я стараюсь этого избежать, и получается плохой звук. Я так сейчас поворачиваю на плазу, где я кофе покупаю, и смотрю, у меня там за мной такая вереница машин, очередь. Это я так потихонечку ехала и сделала очередь. Ну, короче, про Zara. Значит, распродажа в Zara – это вообще, так сказать, праздник любого шопоголика, вообще распродажа в любом масс-маркете, потому что те вещи, которые вы насмотрели, приглядели, которые вы спасете, так сказать, с самого начала сезона, у вас есть шанс купить их подешевле, если они еще не распроданы, если они еще есть в наличии. И я всегда, так сказать, это делаю. Я никогда в жизни не покупаю в Zara за полную цену ничего, потому что я знаю, что потом на их веб-сайте, когда начнется распродажа, я могу эти вещи купить в три раза дешевле. То есть, вот, допустим, вот у нас платье, допустим, Zara. Zara стоит 80 долларов, а под конец сезона, уже под конец распродажи, я их покупаю за 15, за 12 долларов. Ну, вот вы понимаете, это даже не в три раза, это даже больше, чем в три раза дешевле. И, ну, поскольку, понимаете, если вам что-то нужно или что-то очень хочется, то, конечно, не ждут распродажи, потому что на распродаже много чего не остается. Я, например, вот детям, когда они были маленькие, детские вещи, там, покупала за полную цену в начале сезона, если вам нужна куртка или ботинки, я просто покупала, потому что, если ждать распродажи, во-первых, то это уже зима кончится, например, да, если это куртка, а во-вторых, не будет ничего. Вот, короче, ну, поскольку у меня очень много одежды, и мне ничего не нужно для себя, а я покупаю в кайф, что называется, вот то, что если мне что-то хочется, и мне что-то, ну, что-то, ну, очень хочется или не очень, ну, в общем, если мне вещь нравится, я ее все равно не покупаю, даже когда он заполнил цену, по той простой причине, что, ну, понимаете, у меня есть что носить, да, мягко говоря. Сейчас, секундочку, сделаю заказ. В общем, короче говоря, и у меня всегда, значит, я перед тем, как начинается распродажа, я, значит, захожу на их веб-сайт, намечаю жертву, отсматриваю то, что мне хотелось бы купить, то, что мне нравится, и потом могу положить даже в корзину, она у меня там лежит, но потом я жду, как охотник, затаившись в кустах. Я выжидаю, когда упадет цена, и даже, как правило, я жду довольно долго. Я не покупаю вещь после первой оценки, потому что, ну, потому что я знаю, что даже если она будет исчезнуть с веб-сайта, они потом возвращаются. Значит, у меня такая стратегия. Сейчас я вам расскажу. Сейчас я возьму свой заказ, заплачу, и расскажу вам самое главное, мою стратегию покупки на распродаже в Заре. Здравствуйте, это 65 лет? Да, я имею в виду этот кард. И это мастер-кар, пожалуйста. Хорошо, спасибо. Что на кофе? Почему у меня есть кофе? Что такое? Значит, вещи в Заре, когда они выходят на распродажу, они как будто бы распродаются в начале, и вы очень часто видите, что то, что вы хотели купить, уже нету в стоке. То есть вы заходите, и вы видите, что нет ни размеров, или вообще эта вещь уже распродана, и вы очень расстраиваетесь, огорчаетесь, думаете, черт, надо было мне купить. Но я не знаю, все знают об этом или нет, что у них возобновляются. Can I have a straw, please? Thank you. Thank you so much. Я не знаю, знаете, вы об этом или нет, вещи периодически возвращаются назад. То есть я не знаю, как это работает. Может быть, есть вещи, которые им возвращают, например, посылают назад, и тогда они... Вещи посылают назад, и тогда они их снова кладут на веб-сайт, выставляют на веб-сайт то, что они получили назад. А есть вещи, которые, возможно, они где-то, допустим, находят, переправляют из страны в страну, из города в город. Например, если вот... Простите меня, что я дергаю все время волосы, они просто у меня... У нас так жарко. От этой сухости у меня в машине кондиционеры, они просто дыбом встают, я пытаюсь их как-то пригладить. Так вот, может быть, есть, допустим, страны или города, в которых продаются эти вещи плохо, а в Канаде, например, они продаются хорошо. Допустим, в странах, где очень жарко и продается очень много сарафанов, и очень много вещей, допустим, очень открытых, с голым животом и так далее, в Канаде, например, такие вещи продаются не очень хорошо, потому что у нас, да, бывает жарко, но бывает жарко не все лето, и бывает жарко летко. И у нас какой-то немножко другой стиль одежды, может быть, поэтому у нас эти вещи остаются. Их, например, отправляют в южные жаркие страны, а к нам, наоборот, перевозят вещи, которые более пользуются, меньше популярности в жарких странах, и, например, в Канаде летом, более закрытые платья, вот какие-то вот с таким вот рукавом, потом у нас, значит, офисный дресс-код и так далее. То есть вещи, которые, если вещь на веб-сайте была и с началом распродажи, и она уже распродана, это не значит, что она не появится снова. Она, как правило, очень часто, на 90% появляется снова. Просто нужно ловить, и нужно знать, когда это может случиться. Правило, у них есть время. Ну, вот в Канаде, я не знаю, как в других странах, я подозреваю, что похоже, значит, в районе 9 часов вечера у них вдруг начинают на веб-сайте, в разделе распродажи, начинают появляться вещи. То есть вы туда заходили, допустим, в 2 часа дня, и вы видели, что там есть то, 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 пятое-десятое, нету того, чего вы хотите. Но если вы зайдете, например, сюда в 8 вечера, или в... не знаю, в каких странах как, ну, вот у нас 8 вечера по нашему времени, по североамериканскому времени, и вы вдруг видите, что появляется намного больше вещей. То есть вещи добавляются на веб-сайт, и появляется такое неимоверное количество вещей, что откуда они берутся, вот откуда-то. Это уже, так сказать, проверенная у них, проверенная тактика. И если вы что-то хотите, то вы должны, так сказать, довольно быстро покупать, потому что народ об этом знает, и вещь появляется. Обычно это вещи единичные, как бы штучные. То есть, видимо, кто-то вернул эту вещь, или откуда-то там их привезли. И через 10 минут ее уже там не будет. Поэтому если вы хотите, то вы должны, как бы, очень быстро ее хватать и покупать. И это происходит еще обычно, у них два дня обычно делают уценку. Значит, у них в среду идет уценка товаров, там, платьев, я не знаю, юбок, кофточек. А в четверг у них уценяются обувь и сумки. В следующую уценяются, по-моему, бижутерия. Ну, в общем, какие-то у них там есть. Опять же, это в Канаде, может быть, в других странах по-разному. И вот обычно, если в среду, допустим, идет уценка платьев, то во вторник вечером они выкинут неимоверное количество платьев. Откуда ни возьмись, они их все насобирают, насобирают и выкидывают на веб-сайт. Еще по старой цене, до уценочной цены, до следующей уценки, например, оно стоило оригинале 80 долларов, сейчас оно уже на селе за 45. К примеру, завтра они его уценят до 30. Так вот, все, что у них осталось еще в стоке, они выкидывают на веб-сайт в надежде, что люди еще раз купят эти платья за 45 долларов, потому что завтра они уже будут стоить 30, тем выгоднее продать их вечером до того дня, до того, как они их уценят. Я не знаю, я понятно, объясняюсь, или как всегда путано и непонятно. И вот таким вот образом, значит, я отсматриваю, вылавливаю вещи, которые я хочу купить. Как правило, если честно, я жду до последнего, потому что еще раз повторюсь, что если платье, которое стоило 80 долларов, в конце, в конце распродажи, оно будет стоить 12 или 15. И как бы я вот жду. Я не покупаю ничего ни за 45, ни за 30. Я, как правило, жду до самого последнего конца, когда уже, так сказать, совсем-совсем все становится дешево, ну, либо я эту вещь поймаю, либо нет. То есть, как бы, я ни в чем не нуждаюсь до такой степени, что если я ее не поймаю, ну, и не поймаю. Значит, в следующий раз я куплю что-то другое. Такая вот тактика. Сейчас, что касается... Да, еще, значит, очень я под конец уже тоже начинаю ходить в магазин. Сейчас я не хожу. Во-первых, у нас закрыто еще, оно скоро откроется. Во-вторых, я, когда вещи довольно дорогие еще, я не хожу в магазин, а я начинаю ходить под самый конец. Обычно распродажа длится 2 месяца. То есть, вот я знаю, что если они в середине июня начали, то где-то в середине августа 2-2,5 месяца, где-то в начале августа, в середине августа уже будут очень хорошие цены. И в магазине появляется много вещей, потому что люди очень много покупали онлайн, очень много заказывали, примеряли, и потом несут сдавать. Вот что-то, что им не подходит, они несут сдавать. И, как правило, эти вещи появляются уже во вторую половину сейла вот этого периода, потому что люди купили, подержали, посмотрели, померили, подумали, понесли, сдали. То есть, это уже обычно происходит где-то во второй половине июля, в начале августа. И уже хорошие цены, и уже можно идти в магазин и попытаться что-то поймать, что-то купить интересное, то, что вы хотели. Что касается этого года, девочки, произошло невероятное чудо. Несправимый шапоголик, ничего не купил еще пока на распродаже в Заре. Ну, во-первых, потому что еще не только-только началось, еще довольно все дорого. Я особенно не покупаю, как я уже сказала, за такую цену. А во-вторых, если честно, вот мне ничего не нравится. Вы можете себе представить, я любитель Зары, я обожаю вещи в Заре, потому что они очень... У них довольно красивый есть дизайн, качество, это спорный вопрос. Но они хорошо делают дизайн, они очень осматривают последние тренды, у них прям самые-самые такие трендовые вещи. И есть хорошего качества, неплохого качества вещи. Я не могу сказать, что очень уж прям все-таки ужасного качества. Но в этом году я очень люблю бижутерию из Зары, украшения из Зары, потому что... А вот, кстати, украшения из Зары довольно хорошего качества. И они тоже очень-очень трендовые, очень современные всегда. И я, как правило, уже не жду до последней распродажи, покупаю где-то в середине, вот когда, допустим, если у нас там колье, ожерелье стоит 35 долларов, а когда оно становится там 12 долларов, 10, вот так вот, я уже беру. Но в этом году, вот сейчас уже, допустим, украшения стали там 13 долларов, по-моему, все практически 13, 15, что-то такое. Ну, если бы мне очень хотелось, я бы уже за такую цену купила, потому что это уже вообще небольшие деньги. Но мне не нравится абсолютно ничего. В этом году в Заре все украшения, это какие-то фенечки вот из ниток связанные, какие-то совершенно из стекла, какие-то бусы, какие-то кулоны, серьги стеклянные, такие, знаете. Есть ничего такие неплохие, что я бы купила, но есть я, конечно, если куплю, то это будет уже тогда, когда они уже будут стоить там 5-3 доллара, может быть, а то и тоже нет. Из платьев, из одежды, вот честная обувь, сумки. Есть неплохие сумки у них кожаные в этом году, такие бога стиля. Они сейчас по 100 долларов еще все еще на распродаже, это, конечно, я не стану. Если они доживут там до цены в 30-50, я куплю, а так нет. У меня тухнет телефон, потому что он на солнце и он нагрелся, и, по-моему, он сейчас у меня выключится. Я постараюсь закончить до этого момента. Вот так. И вот честно говоря, очень много похожих вещей у меня уже есть. То есть какая-то коллекция у них в этом году такая, что у меня уже, они уже делали, у меня уже есть такие подобные вещи. Очень много вещей, которые совершенно никакому месту не натянуть. Моя подруга сказала, что, видимо, это эффект того, что мы сидим дома, никуда не ходим, и как бы зачем покупать. Но я никогда не покупала, потому что мне нужно эти вещи носить. У меня вещей, вещей очень много, я мне их носить не переносить. Я просто такой вот, знаете, неисправимый шопоголик, которому нужно, чтобы, если вещь нравится, она должна висеть у меня в шкафу. Одену, не одену, там уже как получится. Но в этом году мне абсолютно ничего не нравится пока, и ничего не хочется. Посмотрим, как пойдет. Я заглядываю на их веб-сайт, и вот смотрю, и листа, и вот у меня какое-то такое, знаете, не то шопоголик исправился, не то мой шопоголизм как-то вылечивается, не то действительно это у них коллекция какая-то не самая удачная. Но, во всяком случае, вот пока что у меня какого-то нету никакого желания ничего покупать, и я, в общем-то, пока жду. Может быть, если эти вещи станут дешевле, тогда я посмотрю на них под другим углом. А пока что ничего. Я ничего не купила, и, в общем-то, посмотрим, как пойдет. Скоро магазин у нас откроют. Я схожу в магазин, посмотрю, что там есть. Что-нибудь в примере, что-нибудь вам сниму обязательно. Вот таким вот образом, девочки, все, я поехала на работу, это я остановилась договорить, потому что во время движения говорить не очень хорошо, потому что телефон трясется, звук плохой. Короче, все, люблю, целую. Всем привет из солнечной, из жаркой Канады. До новых встреч. Увидимся в следующем видео. Пока-пока-бай.